Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных отчетах, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря решение Резервного банка Австралии по ключевой процентной ставке. Это решение будет опубликовано менее чем через час. Далее в 9.00 по GMC будем ждать индекс бизнес-оптимизма Германии и в это же самое время выйдет отчет по инфляции в еврозоне. Очень важный релиз, потому что он напрямую повлияет на действия Европейского центрального банка по следующему снижению ключевой процентной ставки. В 12.30 по GMC, вероятно, важнейший релиз текущего дня – это данные по розничным продажам США. Можно поставить знак «равно» и сказать, что это данные по потребительской активности и один из компонентов инфляции. Соответственно, если положиться на текущие прогнозы, которые можно заместить в экономическом календаре, нас ожидает очень неплохой отчет. Поэтому в случае роста потребительской активности можно будет поспекулировать на идеи повышения инфляции. Я, собственно, в рамках июня и ожидаю, то, что тенденция, которая сложилась за последние два месяца по снижению инфляционного давления, будет сломлена, и мы увидим более высокие значения, когда придет время анализировать июньские данные в начале июля. Поэтому сегодняшний сильный очлен по розничным продажам может поддержать позиции американского доллара, потому что на рынке снова вернутся потенциальные пока что спекуляции на тему того, что Федрезерву, вероятно, не нужно будет торопиться со смягчением национальной монетарной политики. Также под закрытие текущей торговой сессии нас ожидает куча выступлений чиновников американского регулятора Гулсби, Логана, Баркина. Из них всех я бы, наверное, сделал больше акцент на Баркина, потому что он обладает правом голоса на предстоящих голосованиях по ключевой процентной ставке. Ну, давайте разберем теперь вкратце по основным инструментам. Индекс доллара остается стабильным. Текущие котировки 105 пунктов. Уже детально со всех сторон разобрали последние макроэкономические отчеты, которые были компенсированы риторикой главы Федрезерва Джерома Паула. Он ясно дал понять то, что фактическое решение о ставке, которая будет приниматься на будущих заседаниях, это еще то, что находится под большим вопросом. Все это зависит от макроэкономических данных, от ситуации с инфляцией требуется больше доказательств устойчивого снижения инфляционного давления. И мы развили эту тему и решили, что очень, или даже, пожалуй, опущу слово большое и скажу судьбоносное значение для будущей политики Федрезерва, будет иметь следующий отчет по инфляции, который выйдет в июле. Это будут июньские цифры. И, соответственно, если мы увидим очередное снижение показателя, это будет что-то похожее на тенденцию. Но я со своей стороны рассчитываю на то, что мы увидим уже статистику с плюсовыми значениями и инфляция превысит показатель мая. Если делать акцент на такой прогноз, то у доллара будут все предпосылки для роста. Я продолжаю верить в американскую валюту и полагаю то, что до публикации июньских данных по СПИ, по инфляции мы накопим большое количество дополнительных подтверждений, которые позволят нам убедиться в том, что ФРС не обязательно начнет снижать ключевую процентную ставку в сентябре. Сегодня, опять же, данные по уроничным продажам. Прогноз роста на 0,2% — это майская статистика против апрельской нулевой динамики. И если ожидания оправдаются, то сильный отчет по уроничным продажам может упрощить позиции доллара и помочь американской валюте локально восстановиться к значению 104-105 новым, то есть максимум за несколько недель. Золото — 2324 доллара за тройскую сенсу. Сантимент пока 50 на 50. Никаких хороших сигналов по тому, что можно было бы сделать с этим инструментом на основании психологии и позиционирования большинства и меньшинства. Но только что обозначил прогноз по доллару именно о наличии потенциала роста этого инструмента. Десятилетки восстановились вчера до локального максимума 4,28%. И не забывайте, друзья, то, что между долларом, доходностью, трейджерис и золотом всегда действует обратная корреляция. И в текущих условиях я, как и отмечал ранее, полагаю то, что золото выберется из-за вот этой размашистой консолидации в 20-25 долларов пробоем поддержки 2300 долларов за тройскую унцию. Европейская валюта против доллара — 1,0724. Давление на евро, на мой взгляд, продолжит и дальше оказывать политические риски. Как мы помним, Макрон потерпел сокрушительное поражение на предварительных парламентских выборах. Его партия набрала меньше 15% голосов. Он распустил правительство после этого и инициировал проведение новых президентских выборов. Они состоятся в конце этого месяца. Но в условиях, когда его поддержка в буквальном смысле испаряется как вода, из-за не совсем популярной фискальной политики, мы сейчас уже готовимся к тому, что могут у власти оказаться и ультраправые. Особенно учитывая то, что концепция и предвыборная кампания Липен подразумевает снижение налогов, снижение инсионного возраста — это то, что нужно избирателям. И, кстати говоря, не обязательно Мария Липен будет претендовать на президентское кресло. Она понимает, что она, ну, не совсем популярна в определенных кругах, но у нее есть ставник, и зовут его Джордан Борделло. Я думаю, что если вы следите за новостным фоном, который связан с этой темой, то наверняка понимаете, о ком идет речь. У этого кандидата есть все для того, чтобы заручиться достаточной поддержкой. Но, опять же, если развивать тему с президентскими выборами Франции и допустить то, что к власти придут ультраправые, конечно же, это потребует, в конечном счете, реализацию тех предвыборных обещаний, которые сейчас и даются электорату социальному. И это будет очень дорого стоить. Поэтому те, кто смотрит на перспективу, уже ожидают значительный рост дефицита бюджета и так далее. И вполне возможно, что может запуститься цепной механизм, реакция, когда аналогичные политические изменения произойдут и в других странах Европейского Союза. Если опустить политическую неопределенность, есть еще данные по инфляции, которые мы ожидаем сегодня по еврозоне. Сюрприз любой по снижению индекса потребительских цен и инфляции может усилить спекуляцию на тему того, что Европейский Центральный Банк продолжит смягчение национальной монетарной политики. Но это тоже новостной фонд, который будет топить позиции евро. Поэтому без каких-либо сомнений я за то, чтобы снижение пары евро-доллар продолжилось. И в конечном счете мы протестировали и закрепились ниже отметки 1.07. Британская валюта 1.27 текущей котировки, целевой ориентир 1.25. Завтра выйдут данные по инфляции. В четверг заседание Банка Англии. Если инфляция окажется действительно настолько низкой, как прогнозируют эксперты, то вполне возможно, что Банк Англии будет следующим регулятором, который пойдет на снижение процентной ставки. Добавляем сюда еще и политические риски, которые тоже я детально разбирал, связанные с предстоящими выборами премьер-министра, получается, что достаточно условий, чтобы топить и фунт против американского доллара. Американский фондовый рынок S&P 500 5477 пунктов. Наша цель 5500. Я рекомендую фиксироваться после пробоя столь психологического значения. Хотя я не могу, конечно же, решать за вас, друзья. Но со своей точки зрения хочу отметить, что я точно буду крыть уже длинные позиции, потому что ралли было невероятно и фееричное за последние месяцы. Мы смогли взять все мощное движение. Австралийцы против доллара 0.6610 текущие котировки. Заседание Резервного банка Австралии. Скорее всего, ставку оставят на прежнем уровне 4,35%. Но учитывая последние данные по рынку труда и в целом довольно неплохую макроэкономическую статистику, я думаю, то что Резервному банку Австралии можно начинать уже закидывать удочку на тему того, что смягчение экономической политики это то решение, которое в перспективе до конца этого года. И учитывая то, что смягчение экономической политики это всегда то, что носит негативный эффект для курса национальной валюты, особенно сейчас для Резервного банка Австралии, который еще некоторое время назад опускал возможность повышения ставки. Реакция может оказаться даже избыточной в рамках очень короткого промежутка времени и, например, обвалить курс австралийца против доллара до отметки 0,65. Против австралийца также потенциальный рост доллара и слабая статистика из Китая, особенно по динамике промышленного производства. Австралия и Китай это извечные, скажем так, торговые партнеры. Доллар иена 157,60. Банк Японии, как мы помним, не внес необходимых характеровок в проводимую монетарную политику, но пообещал, что может рассмотреть возможность сокращения программы количественного смягчения на следующем заседании, которое состоится в конце июля. И сейчас, по мнению экономистов, допускается то, что Банк Японии откажется от контроля кривой доходности облигаций и может сократить программу количественного смягчения 6 трлн. йен до 5 трлн. йен в рамках месяца. И это будет еще один мощный шаг в пользу отказа от беспрецедентных мер экономического стимулирования. Кроме того, УЕДА, который возглавляет Банк Японии, еще раз подтвердил то, что есть возможность для повышения процентной ставки, особенно если девальвация йены будет и дальше провоцировать значительный рост стоимости импорта. Но эти понятия, разумеется, тесно связаны между собой. И, конечно же, девальвация йены будет провоцировать рост стоимости импорта. Я ожидаю, друзья, что эта риторика сработает, а если нет, у нас всегда есть ставка расчет на вероятные возможные интервенции со стороны японского регулятора, которые вряд ли дадут паре доллар-йена уйти сильно, отметки сильно выше, уровня 158 йен за доллар. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!